Тема 699 Преодоление запрета на дистанционную торговлю лекарствами В нашей стране запрещено торговать лекарствами через интернет и доставлять их на дом, наверное, для того, чтобы из-за излишней доступности люди себя не потравили бы С одной стороны, забота правительства о людях радует С другой стороны, некоторые лекарства в регионах не всегда легко купить Иногда даже самые копеечные привычные лекарства пропадают, приходится бегать искать их по всем городским аптекам, и не факт, что найдешь Не говоря уже о редких лекарствах, которые в малые города вообще никогда не привозят Поэтому запрет на продажу лекарств через интернет и их доставку всевозможными способами – это в какой-то степени и зло, особенно если сидишь дома с больным Ребенком, а в аптеку даже послать некого Некоторые люди мне могут возразить, что через обычную аптеку можно заказать нужные лекарства у какого-нибудь поставщика Но я это тоже проходила Не в каждой аптеке можно это сделать В иную аптеку придешь, вроде у них есть доступ к базам данных поставщиков Но они посмотрят в нее и скажут, а мы с этими поставщиками не работаем И хоть что-то делай, они шевелиться не будут, и от того, что эта аптека теряет клиентов и прибыль, не становится легче Налицо потребность народа в интернет-магазине медикаментов, с другой стороны, запрет властей на подобную форму организации продажи лекарств Так что же делать? Одна компания сумела преодолеть этот запрет и открыла интернет-магазин аптека Пунтеру Который продает всевозможные лекарства, от аспирина до виагры, в том числе и для лечения специфических болезней Только юридически это не интернет-магазин Это база лекарств Но их можно отсюда сразу заказать и получить Как так? Как объясняет компания на странице, о нас, она не осуществляет продажу лекарств Она всего лишь принимает информацию о желании клиента приобрести выбранные лекарства в удобной для него аптеке Потому что сервис аптека Пунтеру создал фарм-дистрибьютор, организация, которая так и так пароли своей распределяет Лекарства по аптекам Вы на сайте аптека Пунтеру выбираете нужные вам лекарства, складываете их в условную корзину и выбираете ближайшую к себе аптеку, откуда вы сможете эти лекарства забрать Это воспринимается как заявка Затем фарм-дистрибьютор по этой заявке отправляет в выбранную вами аптеку сформированный вами заказ По форме, да, сайт не продает вам лекарства, клиент деньги за них не отдает По сути, вы оформляете свой заказ на сайте как в обычном интернет-магазине, ищите товар, складываете его в корзину, получаете бонусы и скидки После подтверждения заказа получаете его в выбранной аптеке, как в традиционном пункте самовывоза Я в интернет-магазине Пунтеру точно так же заказы оформляю Тоже их не оплачиваю заранее, мне их пересылают в ближайший пункт самовывоза, где я могу его оплатить и забрать, а могу не оплатить и не забрать То есть и закон соблюден, и интернет-магазин по сути обеспечивает лекарствами все население России дистанционно Хотя не совсем дистанционно, что помогает ему соблюдать закон Лекарства все-таки на дом не приносятся За ними все равно приходится идти в ближайший пункт самовывоза, то есть аптеку А что делать с лекарствами, которые выписывают по рецепту и которые, по идее, не должны продаваться всем желающим А на этот счет у сайта аптека Пунтеру есть небольшой пункт, часто задаваемых в вопросах То есть формально они покупателей предупреждают, что аптека, играющая роль пункта самовывоза, может не выдать такой препарат без рецепта А на самом деле им никто не запрещает это лекарство выдать без рецепта, это как в продаже сигарет, Минздрав предупреждает, но не запрещает Поэтому если закон что-то запрещает, это не значит, что запрет нельзя обойти Кстати, сайт аптека Пунтеру начал принимать заказы на лекарства в 2012 году Когда его создатель, фарм-дистрибьютор, Катрин, находился на второй строчке рейтинга ведущих фарм-дистрибьюторов России Сегодня, Катрин, оставил всех своих конкурентов позади Не сомневаюсь в том, что успеху способствовало создание Глобального сервиса заказа лекарств через интернет-аптека Пунтеру Потому что посещаемость этого ресурса всего за несколько лет достигла высокой цифры в более чем 100 тысяч посетителей в день и третьего места в мировом рейтинге лекарственных сайтов По версии сервиса статистики семиляреп.ком Пока одни покорно чтят законы и боятся сделать лишний шаг, другие думают над тем, как приспособить законы под свои цели Не зря говорят, что наглость – второе счастье Будьте смелыми Субтитры подогнал «Симон»! Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала «Симон»! 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 «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о início о том, как конец они так или сие нас